Вау, это что, 15-й год, Фараон, Пошлая Молия, Ксимирон, ЛСП, Хованский и Лизер выпускают новые песни. Но эта неделя точно была самой неожиданной за последнее время. Да, Фараон дропнул продажный трек с Дестрой Лонели, где задисил Вайпер, Хованский вернулся к Дисам, где проехался по Тейпу и Кизару, а Сапроке наконец-то спустя 3 года дропнул тот самый странный и очень необычный клип из Киева, Рокет анонсировал уже точно альбом, а еще очень много годных новинок вышло на этой неделе. Поэтому смотрите ролик до конца, ведь сегодня ваши плейлисты ну просто обязаны обновиться. Ну а мы начнем с анонсов. Да, Рокет наконец-то в очередной раз на концерте сказал, что СВЭК СИЗОН 3 уже готов и уже очень скоро будет его дроп. Я хочу сказать очень важную вещь. СВЭК СИЗОН 3 очень скоро с... Также Бульвар Депо еще продолжает подогревать интерес к сольнику и показал новый сниппет, где якобы по мнению многих людей был Дисна Фараона. Но на самом деле никакого конфликта у них уже нет давно, а строчка «А кто Альфа и Омега» ну вряд ли относится к новому треку Глеба с одноименным названием. Да, это просто совпадение. Как и совпало то, что ровно год назад вышел альбом 163 Grow Guide 3, как в этот же день он запостил вот такую вот картинку у себя в телеге. Ну, думаю, вы понимаете, что это значит. Это значит, что новый альбом от 163 тоже уже на подходе. Но зато самый громкий инфоповод и очень много шума навел на этой неделе как раз-таки Асап Рокки, который готовит людей к предстоящему альбому, и я напомню, что уже 6 лет от него не было релизов. А еще напомню, что Рокки всегда удивлял клипами. Его клипы это просто шедевры. Вспомните всякие переходы в его легендарных работах, креатив, странную графику и так далее. Он точно лучше, если брать креатив именно визуализации среди всех артистов. И кто помнит, еще 3 года назад, именно в 21 году, он был в Киеве, где снял там клип, кусочек которого слили в сети, все это как бы забылось. Но вот спустя 3 года эта работа выпустилась, наконец-то официально, и я офигел. Столько деталей, странностей, блин, давно не видел каких-то необычных клипов, которые еще заставляют тебя пересматривать его много раз и разглядывать все. Все детали, все персонажи, а там просто каждый персонаж-то что-то уникальное. Кто не видел, советую обязательно глянуть, потому что, ну, очень давно не было таких классных визуальных работ. Но это еще не все, что меня удивило на этой неделе, ведь в скорое время нас еще ожидает самый, наверное, неожиданный фит за последнее время, и это совместная работа Ти-феста и OG Будды, сниппет которой Ти уже показал у себя в ТикТоке. И это еще также не все неожиданности, ведь сейчас, через 3 секунды, вы узнаете о крутой обнове обуви на hustle.rf. Если хочешь найти огромный выбор стильных кросс и за это не переплачивать, то тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды, это hustle.rf. У Hustle в обойме более 3000 кроссовок и все это в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не найдешь в других магазинах, а материал и качество не уступают оригиналу. На сайте куча реальных отзывов покупателей, которые ты можешь сам проверить, а самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для моих подписчиков действует промокод в тренде, который дает 40% скидки на весь товар. И да, ссылка будет как всегда в описании. Ну и начнем мы как всегда с альбомов, и здесь неделю у нас открывают белорусы, а именно NK со своим сольником под названием First Day Magic. Очень давно NK ничего в соло не выпускал, и здесь, как я понял, это даже не альбом, а именно сборник его песен за период с 22 по 24 год. На фитах, кстати, есть Випа и Бэйби Фэйс Мэла, и это тоже ребята из Белоруссии. Но он всегда делал крутые вот припевы, среди их троицы для меня он был самым сильным, но альбом, увы, совсем другой по звуку, чем его совместное творчество с Уником и Артемом. Да, здесь интересно звучит вокал с кучей хоруса, и синтвейв есть, по атмосфере релиз такой романтичный и легкий, но слабый, как будто бы это просто доделанные неизданные демки. А вот второй альбомчик недели нежданно выпустил Анкл Флекс, да, тот самый, кто хайпанул с Камри 3.5, и с Мокимом. Получается, старая школа вместе с тикток рэперами. Честно скажу, удивило, что это не просто фит, а прям совместный полноценный альбом. А еще там есть Дисна Макана, но, честно сказать, я не знаю, кто это будет слушать, и зачем Смоке вообще в это полез. Окей, если альбомы все-таки получились слабенькими на этой неделе, то синглы уж точно мощные. И первый сингл, это, конечно, нежданный камбэк Фараона, с нежданным фитом это Destroy Lonely, с нежданным битмарем это White Punk, с которым они, напомню, очень долгое время конфликтовали, а еще самое нежданное, это то, что этот фит вроде как был проспонсирован букмекерской конторой. И понимаете, что если самого Фараона купила БК, то это уже все. Получается, что не осталось ни одного рэпера, которого нельзя купить. Даже если эти деньги пошли на фит с застроем, неважно. Кстати, на треке еще есть строчки про одежду русских рэперов, где упоминается Рик Ованс, и здесь будто бы это выпад в сторону Вайпер, который, кстати, фанатеет от Фараона, вдохновляется, им не раз говорили, что это лучший и единственный русский рэпер, которого они уважают и с которым хотели бы записать фит. А здесь Фара Вик сторону просто вот кидает вроде как такие строчки. И, кстати, интересный факт. Если вы не знали, трек под названием «Омега» уже был у Фараона еще в далеком 15-м году вместе с котом. А сам фит с дестроем был анонсирован еще 1 декабря 23-го года в Тюмени. Как раз во время выступления тогда фараон сказал, что будет фит с кем-то из опиума. Ну, вот это и случилось. А еще знаете, что случилось? Что в этот же день проснулась еще одна легенда, и тоже дропнула нежданно трек под названием «Журавли». Ну и да, это Оксимирон. Она говорит, слушай, все. Хочешь на ревеложу? Говорит, замени меня, ножи. Ну и вы знаете, кстати, что я люблю Анику, потому что для меня это самый сильный артист среди девушек во всем СНГ пространстве. Это 100%. То, как она умеет играть голосом, записывать припевы, сэмплы для битов, взять тех же Вайперов, Салуки и других артистов. Ее голос – это вот магия. И как же круто они сочетаются с Элджеем. Оба круто и стильно одеваются, подбирают образы, и на треке также звучат идеально. Ну и кто еще не в теме, да, не встречается, и дропнули новую совместную работу вместе с клипом. Извините меня за этот комментарий, но он просто рассмешил меня на фоне нового трека от ЛСП и молодого Платона под названием «Секретарша». Ну, все мы уже должны принять тот факт, что Олег ушел к попсу полностью. Ну, а вот молодой Платон нащупал свой стиль, и он здесь действительно круто и гармонично звучит. А вот ЛСП, конечно, старого не хватает. Очень сильно не хватает. И вы посмотрите по списку. Был Фараон, потом Оксимирон, потом ЛСП, а теперь знаете, кто еще камбэкнулся. Пошлая Молли. Да, добро пожаловать обратно в 2017. И если вам кажется, что это просто совпадение, то да, это совпадение. Но следом у нас идет лизер. И, кстати, это первый трек за последнее время, который мне очень понравился. Потому что в смысловой нагрузке трека, я думаю, многие себя узнают, и это действительно очень хорошая работа. Ты просыпаешься в квартире, из которой не хочешь выйти. Трачешь деньги на доставку, трачешь все то, что осталось. Нарастил мешки под глаза. Открой глаза. Время так летит, не останови. Тихуяне, ты ждешь, что за... Ну, а что у нас по новым именам и по необычным исполнителям? Для этого я нашел для вас такой трек, как Космос от Айси. Это что-то очень странное, при том, что там какая-то электронщина танцевальная, смешанная с гипертрэпом. Короче, я такого еще не слышал, и меня это очень удивило. Поэтому советую обязательно чекнуть этот трек, да и в целом все творчество от Айси. Но давайте все-таки опять вернемся в 15-й год. И здесь Хованский вновь дропает треки, снимает клипы с кучей отсылок и панчами. А еще это Дисна Алблака, Токсиса, Тейпа, Кизару и Скали Милана. Да, прошелся старичок там по всем. Снял прикольный клип, где очень много было ссылок. Тоже можно несколько раз его пересматривать, потому что я много деталей там заметил. Короче, даже Хованский воскрес, в прямом смысле этого слова. Ну и еще Джарахов. Он, конечно, не вернул 15-й год, но выпустил новую лиричную работу. Ну а кто любит пацанский уличный рэп, короче, классику, тому вкатит, конечно, новиночка от Экси под названием «Повесть». Ну и Запад. Запад тоже порадовал, потому что, во-первых, Ассапроки удивил, это топ-1 на мое мнение, но об этом мы уже говорили в начале ролика. Ну а топ-2 это альбом от Destroy Lonely, где были такие гости на релизе, как, нет, это был не Фараон, а Лил Узи и Кен Карсон. Ну и завершить бы эту неделю я бы хотел медом для ушей, особенно для фанатов Трэвиса. Это его новая работа с подписантом лейбла Янгтага, а это Стрик. Ну и как вам, ребят, возвращение 2015-го? Я надеюсь, вы проностальгировали так же, как и я, ну и дайте знать в комментах, кто забрал и был самым сильным на этой неделе исполнителем, на ваше мнение. И, конечно, вся инфа и все треки, как всегда, в описании. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и всем пока!